Жители нескольких домов по улице Карбышева и близлежащих многоэтажек жили относительно спокойно и дружно. Камнем преткновения в отношениях стал храм, который планируют возвести на зеленом участке рядом с домом номер 11. Эта территория находится в частной собственности. Владелец передал его в аренду Симбирской епархии еще в 2018. Год назад на месте излюбленной жителями Лужайки появились строительные будки. Тогда-то жители многоэтажек и разделились на тех, кто за строительство и тех, кто против. Мы не против церкви, мы против вообще застройки в общем, в целом. Не важно, церковь или там будет магазин стоять, не важно. Мы против вообще всего этого строительства, потому что вы можете посмотреть, что это очень маленькая территория, очень маленькая, которая вообще будет, ну здесь не вписываются никакие рамки. Здесь у нас жилая зона, и у нас вот если храм с колокольней будет, это очень близко расположено Карбышева 11 к третьему подъезду, ну вообще просто, очень близко. Тех, кому идеи строительства храма не по нраву, смущает не только перспективы звона колоколов под окнами. Они обеспокоены судьбой детской горки, которая пользуется огромной популярностью зимой. Храм, по мнению жителей, может лишить детвору забавы. Пугают их и бесконечные ритуальные процессы вблизи от дома, а также скопление машин в будущем. Дом наш большой, машин много, сейчас вот пусто, все на работе, летом разъехались, а зимой здесь просто все притирочку стоят, живого места нет, стоят вот так вот вдоль дороги, стоят даже вдоль дороги по улице Карбышева, и представить, что еще кто-то из церкви приедет и поставит свои машины, просто невозможно здесь, ну мы получим транспортный коллапс. Жители обращались с просьбой к депутату своего округа, писали в администрацию, даже встречались с будущим настоятелем храма. Говорят, ответы получили, но не на все вопросы. Однако больше всего претензий у жильцов к общественным слушаниям, которые якобы состояли в середине июля. По их мнению, процедура проведена фиктивно, а цифра участников, кто приветствует строительство, раздута. Познакомилась вот с этими общественными слушаниями, да, и посмотрела, что вот аргументация, однако, кто за больше, большее количество, и кто против, меньшее количество. А так это общественное мнение не изучено. Это же не детская игра, перетягивание канатов, кто больше соберет, кто там меньше соберет людей, да, а должны анализироваться причины серьезные. Согласно официальному заключению по встрече с общественностью, разрешение на строительство поддержали 193 жильца из 265 участников обсуждения. Когда узнал про строительство, я был против любого строительства, да, но постепенно разбираясь информацией поступающей, я понял, что земля находится в частной собственности, и что рано или поздно здесь все равно что-то построят. Вопрос лишь в том, что это будет. Вот. И когда стало ясно, что это будет церковь, ну, в принципе, меня это не сильно испугало, скажем так, не сильно расстроило. Вот почему. Потому что я видел много раз церковь и прилегающую территорию. Я знаю, что эта территория будет ухожена, за ней будут следить. Я за строительство церкви, потому что, ну, скажем так, я считаю, вот наш новый город, он все-таки обделен храмами. Для многих людей, допустим, на, скажем, авиастроителей, на совра, ну, все-таки далековато ходить, то есть как бы недоступно, особенно бабушке. В Симбирской епархии нам пояснили, главный мотив стройки – просьба самих жителей. С 2017 года пожилое население этого микрорайона неоднократно обращались с желанием использовать участок под строительство храма. Церковь в 180 квадратных метров, рассчитанную на 250 человек, планируют осветить в честь преображения Господня. Начало стройки, как бы, оно известно только одному Богу, и мы, как бы, сейчас все-таки меняем вид разрешенного использования, мы еще пока не выходим на строительство, и конкретные цели, конечно, мы ставим, но не ставим какими-то сроки. Иерей отмечает, что понимает беспокойство граждан, однако никакого ущерба жителям нанесено не будет. Зеленые насаждения не тронут, парковку расширят, горку благоустроят. В дополнение установят детскую площадку и сделают парк, а отпевания будут проходить внутри храма. Колокола – это некоторая такая завершающая стадия строительства храма. Порой бывает храм стоит уже 5-10 лет, а колокола еще не на что приобрести, и как бы этот вопрос откладывается. Другой вопрос еще, что колокольный звон, он, во-первых, непродолжительный, во-вторых, богослужение, ну, как бы не всегда совершается, не каждый день в храме, и не с утра до вечера. То есть это звон перед вечерней службой в 5 часов, перед утренней службой в 9 часов утра. Впереди исход граждан с представителями власти и духовенства. Мы продолжим следить за развитием событий. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Уллправда, ТВ. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Уллправда.